Царство животных поражает своим разнообразием и возможностями. Одни представители фауны лучшие пловцы, другие же лучшие прыгуны, а третьи вообще лучше всех маскируют. Например, улитка – одно из самых медлительных животных на Земле, но свою добычу она убивает мгновенно. Или, к примеру, сапсан – самая быстрая птица, которая в полете развивает скорость до 320 км в час. А страус – это большая птица на двух ногах, способная преодолевать расстояние со скоростью около 97 км в час. И это самое быстрое двуногое животное. Бесспорно, что скорость в животном мире является дополнительным преимуществом в борьбе за выживание. Именно максимально зафиксирована когда-либо скорость того или иного животного и есть основным критерием данного рейтинга. Хищная кошечка. Гепард способен бегать со скоростью свыше 100 км в час и в таком режиме преодолевать расстояние лишь в 400 метров. Свой скоростной максимум гепард развивает в 100 метров. Таким образом, скорость, которую способен развивать этот потрясающий хищник, почти в два раза превышает скорость его добычи. Антилоп или зебр. Однако гепарды не приспособлены для длительных пробежек. На втором месте антилопа велорога. Благодаря зафиксированному скоростному рекорду в 85,5 км в час. Хотя же ее обычный средний показатель скорости до 65 км и расстояние, которое она способна пробежать при такой нагрузке около 6 км. Так что эта грациозная антилопа легко может спастись от гепарда бегства. Тем более, что в длительном отдыхе она не нуждается. Велорог способен перепрыгнуть препятствия до 2 метров в высоту и 6 метров в длину. Но в целом же он предпочитает их обходить. Эта газель занимает третье почетное место среди наземных млекопитающих спринтеров. Предположительно, это животное даже превосходит велорога и может бежать со скоростью до 90 км в час. Причем способность удерживать скоростную в показателе в 48 км в час на длительных дистанциях и является ее основным достоинством. Линиевые величественные львы очень подвижные животные. Максимальную скорость они развивают на расстоянии до 20 метров. Но все-таки сила царя зверей не в скорости, а в его способности охотиться группами. Ну а скорость, которую способны львы преодолевать на спринтерских дистанциях около 80 км в час. Антилопа гну это стадное животное, которое живет группами примерно из полтысячи особей. Такое скопление животных, бегущих со скоростью до 80 км в час, нередко приносит значительные разрушения. Кстати, и этот скоростной показатель антилопы гну способны поддерживать достаточно долгое время. Эта газель является желанной добычей гепардов, однако он редко способен ее догнать. Поскольку ее высокая скорость сопровождается ее отличительной особенностью подпрыгивать во время бега достаточно высоко. Статный красавец лось. Непростая добыча для хищников. На равнине его скорость достигает 75 км в час. И это при двухметровом росте. Может быть поэтому хищные животные и не так часто охотятся на глюз. Гиеновые собаки способны совершать длительные погони со скоростью 50 км в час. А на коротких расстояниях развивать скорость и до 70 км в час. Любопытно, что гиеновая собака относится к семейству красных волков, а не гиен. Отличный спринтер и к тому же еще и прекрасный пловец и охотник за рыбой. Американский волк или койот часто передвигает, совершая прыжки в длину от 2 до 4 метров. А скорость, которую может развивать койот в своих спринтерских забегах равняется около 65 км в час. Самая быстрая порода собак на минимальных дистанциях способна бежать и со скоростью вплоть до 80 км в час. Но необходимо заметить, что различные рейтинги основываются на один и тот же критерий. Максимальную скорость иногда отличаются друг от друга. Это объясняется трудностью в измерении скорость. Поскольку показатели и средней, и максимальной скорости животного зависят от расстояния, в течение которого происходит измерение. Так, например, бороза достигает максимальной скорости в течение первых 30 метров. Ну а скорость гепарда доходит до отметки в 100 км в час в течение 3-4 прыжков от старта. Вероятно, привлекательность добычи играет немаловажную роль. Редактор субтитров А.Семкин